итак всем привет наконец-то мы добрались до столицы италии до рима и за нашей спиной находится первая достопримечательность крутой слон и алина нам расскажешь что же это за слон этого слона установили на пьяссо деле минерва где мы сейчас стоим в 1667 году а на его спине установлен самый маленький в риме обелиск египетский который датируется шестым веком до нашей эры по левую руку от нас находится церковь санта мария сопра минерва названная в честь богини минерва статуя которой хранится в музеях ватикана вообще на площади много достопримечательностей справа от нас находится библиотека здесь расположена гостиница которая принимает постояльцев с 1832 года кроме того здесь находится замок североли построили 16 веке в котором расположен главный корпус францитики обучающий дипломатов ватикана но самое интересное это вот это здание о котором говорила в начале алина это церковь и знаменита на тем что здесь подписали указ о казни великого галилео галилея но на самом деле исторически из исторических хроник известно что папа римский этого указа не подписал официально но галилео галилея все равно казнили это ему не помогло да здесь работала инквизиция в здании собора санта марии сопра минерва ну а мы идем дальше не переключайтесь а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мы подошли к следующей достопримечательности, которая называется Пантеон Во времена правления императора Августа здесь был круглый бассейн И после того, как он сгорел, чтобы отдать дань всем богам На его месте родственник императора Марка Агриппа построил Пантеон Это был языческий храм поклонения всем богам Сейчас это христианский храм Это гордость стрима, возведенная в 27-м году до нашей эры А теперь давайте зайдем внутрь Да, это я именно и хотел сказать Давайте зайдем внутрь, и если нам там дадут снимать, мы поснимаем Если нет, тогда изменяйте Вход бесплатный Итак, заходим внутрь Пока вроде нигде не написано, что нельзя снимать на видео Поэтому мы сейчас здесь будем показывать вам внутренности Пантеона Очень красивое здание, очень красивое Огромный купол Сфера Купол диаметром 43,3 метра А диаметр отверстия в куполе 9 метров И здесь в Пантеоне нет окон, только это отверстие, оно же ротонда Так, вот это отверстие называется ротонда Это было самое большое купольное сооружение в мире, которое было выполнено без арматуры В эпоху Ренессанса здесь устроили усыпальницу выдающихся людей Одним из которых является художник с мировой славой Рафаэль А также здесь усыпальница короля Эммануила II, который объединил всю Италию О, а! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Пантеоне установлен автомат-аудиогид. На русском языке информации нет, но можно послушать на английском за 2 евро. Ну а впереди у нас Ватикан, не переключайтесь.